Встречали идеологов в Стройтресте творчески, номерами подготовленными юными артистами. К слову, все они дети работников предприятия. Посетили гости и музей трудовой славы предприятия, где познакомились с историей Стройтреста и знаменитыми строителями Солигорщины. В работе семинара приняла участие Татьяна Кирбай, начальник управления идеологической работы культуры и по делам молодежи Солигорского райисполкома. У нас действительно есть все ресурсы для того, чтобы вам показать все, чему вы можете где-то, возможно, и поучиться. Возможно, опыт изучите Стройтреста номер три, а это действительно одно из передовых в системе идеологической работы в нашем районе. Об аспектах идеологической работы в Стройтресте номер три гостям рассказала Ольга Кончар. Очень много проводится работы, как и с молодежью, так и с работниками. Нам есть чем гордиться, нам есть что рассказать. Нам есть что показать. Мы чтим традиции, сохранили все, что имели. И, естественно, шагаем ногу со временем и постоянно находим какие-то новые формы, новые перспективы, новые подходы, которые требуют на сегодня время. Следующей площадкой для посещения идеологов стала телевизионная студия Солигорского телеканала, где речь шла о работе с аудиторией в социальных сетях. Это отличная площадка для освещения мероприятий на предприятии, информирования коллектива о нововведениях, правовых нормах, а также для обратной связи. Семинар стал традиционным. Люди его уже ожидают. Руководители едут не только сами. Берут с собой работников, ответственных за работу с молодежью, с общественными объединениями, с профсоюзами. Мы будем стараться максимально расширять практику проведения таких семинаров с приложением, в том числе сторонних спикеров, ну и с посещением, наверное, таких организаций, вот как ваш телеканал, для того, чтобы люди могли понимать, как создаются новости изнутри, ну и эффективно использовать полученные знания, опыт в своей ежедневной работе. Семинар был организован по инициативе Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь. Общение идеологов, прежде всего обмен опытом, для этого была выбрана именно Солигорская площадка. Почему? Потому что трест номер три имени Ордена Октябрьской революции является таким флагманом в работе со своим трудовым коллективом. Есть что показать, чем поделиться, каким опытом. В то же время коллеги, которые выступали, также делились наработанным опытом. И были молодые, которые всего лишь год работают для того, чтобы остальные услышали, обнялись телефонами, контактами. И в своей работе не только, собственно говоря, проходили этот путь сложный в работе с людьми, но и какой-то использовали опыт своих коллег. Новый опыт, который участники семинара почерпнули в Солигорске, несомненно, пригодится в их дальнейшей работе на местах.